Вырез под тетиву, он же черенок, он же пятка. Делаем с помощью ножа и пилки, в которой два разных размера зубцов. Один маленький косметический, другой для заделки, чуть больше. Итак, сначала пропиливаем немножко вскользь. Обычно это на сантилетке делаем. Теперь этот сектор можно отколоть. Так в кость нужно сделать в обе стороны, чтобы в середине стрелы получилась как будто буква «Х». Пропиливаем аккуратно тоненькой пилочкой. Теперь приступаем к формированию гнезда уже только большего диаметра. Посмотрите, что у нас получается. Уже фактически готово. Например, это если мы захотим сделать пятку вот такой формы, то есть где идет углубление, потом меньше диаметр. Собственно говоря, по диаметру тетивы, чтобы она плотно садилась на тетиву. Вот это можно было бы уже защищать наждачкой. Если же мы хотим ровные, эти секторы опять же-таки откалываются. Я предпочитаю ровные пятки. Вот, пожалуйста. Их можно сделать более длинными, глубокими я имею в виду, либо же более короткими. Вот. Здесь, кстати, видно, что на коре можно оставить фигурные вырезы, если вы стреляете щипковым хватом. Очень удобно. Если же это тростниковая стрела, вырезать пятку невозможно, тогда перематываются две планки. Конечно, мажорные люди говорят, что они делают из бамбуков. Я это делаю просто со стружек. Когда обтесываю акацевый лук, остаются стружки, они очень твердые. Я из них и наконечники делаю. Также сегодня костяной сделал. Ну вот, сегодня разговор о пятках. Вы увидели, как его очень просто сделать с помощью пилки и ножа. Всего доброго! Продолжение следует...